Давайте начнём. Сегодня мы выступим в машине Гудин и расскажем вам слово. Я расскажу про статью, в которой ребята из OpenAI взяли и убрали у агентов награду и попросили людей выбирать между двумя маленькими видосиками, как агенты действуют в среде, говорить какое-то из них лучше, а еще тогда они конструировали свою награду и учили агентов на Муджика, на Работиксе и на Атаре. Плюсы в том, что иногда у нас агенты выучат всякую хрень, которую мы, очевидно, не хотели, чтобы они выучили. Например, можете помнить OpenAI, когда это был блокпост с тем, как они обучили лодку гонять в какой-то игре, а потом начали наворачивать в простые круги. Это не совсем то, это то, что мы хотели, когда сказали, дали за награду, но не то, что мы на самом деле хотели. И часто наши задачки, которые мы в жизни решаем, они такие сложные, непонятные, не очень можно их сформулировать как какой-то алгоритм, и уж тем более часто будет сложно для них сформулировать награду. Ну, например, какую награду можно сформулировать для того, что стол чистый и все хорошо. Не всегда понятно. И после этого мы... Эгент может научиться максимизировать какую-то штуку проксю, которую мы ему дали для награды, и не максимизировать то, что мы хотели. Например, такое в каком-то смысле происходит в реальной жизни, когда у нас у людей есть награда за сладкое и жирное, потому что, когда мы жили там в старом окружении, есть еду, которая калорийно была полезна, и теперь это обьюзит какие-нибудь корпорации типа майдонса, давая нам сладкую и жирную еду, которую мы не хотим есть. До этого, для того, чтобы делать такую штуку из нечетких наград, где не очень понятно, как выписывать reward, использовали либо Inversor, либо просто Imitation Learning. Два метода, которые пытаются восстановить награду по траекториям, предполагая какую-то оптимальность людского эксперта. И после этого уже получивают агентов на выученной награде. Круто. Например, кажется, диссертация Андрея Уина про это, где он начал вертолет переворачивать, сделать какой-то трюк неизвестный. Круто. Да, хороший пример. Еще того, где мы понимаем, что нужно делать, но не можем хорошо сформулировать и привести вообще пример, где именно этот метод будет лучше работать с сравнением видосиков. Это, например, если у нас какие-то не похожие на людей роботы, например, не знаю, паучок ползающий. И понятно, что мы вроде понимаем, что такой паучок хорошо ползает, но при этом мы совсем не можем ему никак подсказать, не дать никакой траектории агента, потому что, скажем, у него много разных координат. И что мы с этим сделаем? Так, тогда сейчас, секунду, я отключу стоящую. Да, отлично. Мы будем делать примерно так же. Мы сперва пробуем выучить награду по таким нечастким траекториям, по сравнению двух траекторий, а потом будем ее оптимизировать. То есть, да. Мы учим ревард-предиктор, который будет нейрировать полиси. Полиси мы будем давать назад человеку на опыт, но у нас будет такой круг. На каждом круге мы будем обучать сфера или горит на столе? Что? На каждом круге мы будем обучать сфера или горит на столе? Нет, мы можем дообучать его, не обязательно. Круто. Да. У нас есть некоторые желательные ограничения. Мы хотим, чтобы он работал с небольшого числа людских данных, потому что людские данные обычно запрашивают дороже, чем вычисления. мы хотим, чтобы агент мог обучаться по… не совсем экспертам, нам не нужно быть, не знаю, человеком, который идеально понимает, как играть в футбол, чтобы иметь возможность комментировать с человеком, как хороший футбол, как плохой футбол. И в целом у нас такие довольно лайтовые ограничения на то, насколько компетентным должен быть человек для того, чтобы научить этого агента. В сравнении с Inversary Reality или Inmitation Learning нам нужен, скорее, эксперт, с помощью которого мы можем учиться. Отлично. У нас есть Py и Ersk Popacom, которые, соответственно, policy и оценка награды. Мы учим policy на… максимизируя нашу оценку награды любым стандартным угодом. У нас это терминированное или… Что? Это стахастическая или терминированная поиск? Потому что на… На слайде написано, что пи из оа… Или это пи из оа в О1? Да, я думаю, что его можно делать стахастической. И я не вижу проблем с этим. То есть мы просто можем на самом деле взять почти любой алгоритм и заснуть его в этот круг. Они берут в 2017 и они брали ТРПО для средств с роботехникой и брали А3Си для Atari. Окей. Дальше мы, соответственно, хотим каким-то образом взять хорошие пары интересные… Если, например, попали фигурные скопы хорошей траектории и другую хорошую траекторию, показать людям видосик, получить оценку от людей и… Какое из них лучше… Есть три опции лучше, хуже, одинаково, хорошие… И я не могу сказать, не понимаю. Ну и потом просто учить этот предсказатель реворда с помощью чего-нибудь. И мы можем максимизировать кросс-энтрофию, где мы будем говорить, что у нас P с крышечкой одна траектория больше, чем другая траектория, когда у нас такой софт-макс от одной, от суммы предсказанных наград от одной больше, чем софт-макс от суммы предсказанных наград от другой. При этом здесь сейчас будет важно у нас с крышечкой, на самом деле, усреднённая оценка от ансамбля разных предсказателей по состояниям, и это будет полезно знать, чтобы понять, как они выбирают пары траектории с сильной хорошей наградой. Можно ещё раз? Шаг номер один – это мы берём, то есть максимизируем наш какой-то реворд, который осуществовал, насколько он хороший относительно людей, мы не знаем, оптимизируем. Потом выбираем пару сегментов случайным образом, например. Да, например, случайным образом. После этого мы просим людей оценить сегменты, и мы тренируем нашу функцию, предсказывающую, выдающую награды таким образом, чтобы как можно более вероятно дала суммарно больше той траектории, которую люди оценивав выше. То есть здесь сумма награды… А почему такая функция получается с вероятностью? Ну то есть почему мы так придумали, что вероятность должна быть такая вот… Смотри, мы хотим… нам нужно… окей… Мы хотим сравнить две штуки… То есть крышка – это политика какая-то? Нет, поиск крышка – это вероятность. Ага. Ну, оценка вероятности того, что одна траектория больше, чем другой… В соответствии с… Это ку-функция, например. Ку-функция? Это ку-функция настоящая, да? Да. Здесь немного… Нет, потому что в ку-функции у нас одно состояние, и мы даем для него… В смысле, мат ожидания победы или просто мат ожидания награды. А здесь мы хотим взять… Ку-функция. Что? Состояние награды – это ку-функция. Ку-функция – это состояние действия награды. Да, но неважно в смысле. Хорошо. Здесь мы хотим взять две траектории и выбирать из них. То есть в таком смысле нужна какая-то функция, которая принимает две траектории и выдает число из 0 в 1, вероятность. Дальше. А как мы ее будем использовать, если она принимает две траектории? То есть потом нам надо к идее как бы действовать в соответствии с тем, что каждая эта функция, нам же надо типа одну подавать? Да, смотри. А, окей. Возможно, возникнет предструднения. У нас есть полиси, и мы ее учим на предсказанной награде, на R с крышечкой. Теперь мы хотим как-то обучить R с крышечкой. Чтобы обучить R с крышечкой, мы просим людей дать нам фидбэк на какая траектория лучше, на пара траекторий. А, просто запускаем сначала длиной, а потом длиной второй. Ну что вы получите? Предсказания? Смотри, предсказания у нас идут с помощью полиси. У нас есть какая-то полиси, которая действует в среде. Мы взяли из нее сомплировали несколько траекторий, взяли, например, случайным образом, попросили людей сравнить, какая траектория лучше. Короткие видеоклипы, не знаю, из небольшого числа кадров. После этого мы получили от людей первая траектория лучше, вторая траектория лучше. Теперь нам нужно с помощью этого каким-то образом учить нашу функцию, которая предсказывает награды. Чтобы учить функцию, которая предсказывает награды, разумно, не знаю, разумно посмотреть, какую награды сдает одна траектория, а вторая траектория. Это функционирование для того, чтобы учить агентов. Да, да, да. Мы учим R' чтобы минимизировать способ тропии между предсказанными и людскими. Вы говорите, чтобы не спрашивать человека каждый раз. Да, мы хотим, чтобы... Короче, мы хотим научить вот эту функцию, которая выдаст нам оценки на состояние, оценки награды, которую мы получили за шаг из состояния действия. То есть это получается, получается вот это P от OA, это такая функция полезности нашей... Ну это просто оценка награды, которую мы получили за такой шаг. Да, и вот это вот P' это просто... Еще с обозначением не очень понятно, потому что у нас P это одновременно еще вот вероятность того, что траектория 1 больше, чем траектория 2. Да. И P это одновременно еще и там как бы вот эта вот полезность нашего observation действия, пара observation действия. Где? Ну то есть по формулам. П с крышкой. П с крышкой. П с крышкой. П с крышкой. Один больше сигма 2. Дальше. Дальше в правой стороне уже используется P с крышкой, которая... А это R с крышкой. Это вот эта R с крышкой. Еще раз можно? А? По какому примеру суммирования? По длине траектории. По каждому шагу. То есть, окей, у нас... То есть мы предполагаем то, что получается вот та траектория, которая была лучше с точки зрения людей, она лучше в каждом шаге? Нет. Мы говорим, что суммарно лучше. То есть как бы общая полезность траектории? Да, общая полезность траектории. Но тут обычно траектория это не весь, не от начала до конца. То есть там есть какой-то фрагмент. А учат в итоге R в мгновенную, то есть в момент времени, то что... Да, они учат R от чего там, от действия и состояния. Вот. Почему формула не такая? Ну, опять же, нам нужно как-то сравнить две траектории. Нам нужна штука, нам нужна функция, которая дает нам награды, чтобы учить, не знаю, стандартный алгоритм на ней. Поэтому просто, не знаю. Наверное, люди чаще убирают ту штуку, которая дает суммарно большую награду. Давайте посмотрим их оценим, возьмем софтмак, чтобы было получше. И вот такая формула получилась. Да. Хорошо. А вот теперь выбор... Спрос с наибольшим разбросом. Да. Окей. Теперь у нас на самом деле R с крышечкой это не одна модель, а какой-то ансамбль моделей. То есть, окей. Во-первых, можем брать траекторию случайно и сравним их, и на этом учиться. На самом деле нам хотелось бы, чтобы, не знаю, нам приходило как можно больше информации от запроса к человеку. В принципе, можно было каким-то способом оценивать ценность информации, но обычно это довольно сложно. Здесь они предлагают юристику, они берут для R ансамбль из каких-то моделей, которые предсказывают полезность, которую ты получишь от такого перемещения в среде. И теперь они просто смотрят на... Они сравнивают попарно каждую функцию. Сейчас. У нас есть пара траекторий Сигма-1, Сигма-2. У нас есть R' с крышкой это несколько других R. Она смотрит для каждой из этих R, кто перевешивает сверху. Точнее, видимо смотрит... Да. Кто перевешивает... Мы смотрим на такую формулу, только где здесь R-крышка на самом деле средняя в нашей модели, с помощью которой мы действуем. А здесь они просто выбирают средний способ для каждой из них по отдельности, получают набор вероятности по числу моделей в ансамбле для R, и дальше смотрят на разброс этой штуки. И кажется, что если модели в нашем ансамбле говорят сильно разные вещи, значит не все так ясно. А как убедиться, что вот эти разные... наш ансамбль получился достаточно разнообразным, чтобы делать разные предсказания? Они об этом не говорят. Видимо... Они не говорят, как учить этот ансамбль так, чтобы они не выучили этот ансамбль тоже? Дай подумать. Мне кажется, что такого не было, нет. Хорошо. Да. Они... Окей. После этого они смотрят на то, как она хорошо учится на робототехнике, на Atari, и пытаются придумать новое поведение, которым нет обычной награды. Потому что мы теперь можем, не знаю, говорить людям нечеткое описание того, что мы хотим, и просить их говорить, соответствует ли это поведение тому, что мы видим. Точнее выбираться двух, побольше. То есть они учат примерно от 30 до 5 минут человеческого фидбэка. И еще они в качестве такого сравнения используют оракула, который смотрит на настоящую награду, смотрит на настоящую награду за траекторию и выдает им тот видеоклип, который на самом деле набирает больше награды в качестве ответа. Здесь не всегда оказывается так, что доступ к оракулу подверждает, просто потому что, ну, часто наши награды в ИРЛе довольно странные, и человек в том смысле может ее зашипить лучше, чем мы можем зашипить его какой-то грубой юристикой, которую мы даем. Что можно делать еще в длине видео? М? Может сделать еще в длине видео, потому что оракул выдает награду суммарно за какой-то небольшой приважуток времени, а ИРЛе почти максимизирует награду за весь эпизод. Да, но здесь, смотри, здесь мы скорее сравниваем, где мы получили комментарий от человека, где мы получили такую механизированную... Он понимает, что алгоритм работает правильно, а оракул не понимает это, он понимает только срочный реворд. Ага. Может, что из-за этого? Да, но с другой стороны мы, грубо говоря, на каждом шаге стараемся максимизировать срочный реворд. У них есть некоторые проблемы с этим. Иногда получается так, что агент все равно обыгрывает людей в том смысле, что они учили механическую руку выбирать шарик и относить угольное место. И в итоге он хорошо научился делать, он научился хорошо ставить руку перед камерой и шариком, и людям не было понятно, что он на самом деле ее не берет на коротких клипах. И, соответственно, он застрял в таком максимуме. Неприятно. Да, здесь у них есть результаты на симулированной бототехнике. Видно, что в каких-то случаях настоящий награды тащат. Видно, что достаточно хорошо работает наша модель. Что? Легенда не видно было. Да, легенда. Смотри, рыжая – это просто обученный агент, не знаю, как бейзлаймовский, на каждом шаге. Дальше. Синие цвета от темного к светлому – это агент, обученный на синтетических данных таракулы. И фиолетовый – это агент, обученный на человеческих данных. Забавно, что, не знаю, рыжая штука не везде сверху. Здесь, здесь или нет. И, в принципе, синтетический оракул довольно хорошо помогает с каким-то количеством задач. Запомнил, что у них химона нет. Нет, у них есть человеческая траектория, а человеческая траектория фиолетовая. А, химона, в смысле? Да, середель. Да. Вот. Не знаю, по-моему, это немного удивительные результаты, но в том смысле что? Я бы не ожидал, что оно будет так хорошо учиться. Да, просто на обычную. А это измеряется что? Измеряется по игреку какая награда? Та, которая идет от игры. Настоящая? Настоящая награда. То есть, в каком-то смысле, ну, то есть, во многом, короче, он на него смотрит ли слегка, когда у нас вкусная оракула, или совсем не смотрит, когда у нас вытянется, а не будет. Или он все равно достигает, типа, иногда. Иногда работает намного лучше, но иногда в некоторых ситуациях работает сколько-то хуже, но на порядок где-то. То есть, это, как бы, насколько хорошо сформулирована награда вообще в среде? В каком-то смысле, это можно сказать, насколько хорошо сформулирована награда в среде, ну, то есть, в такую противоположную сторону. С другой стороны, с другой стороны, в каком-то смысле, еще насколько хорошо работает метод в том числе. Ну да, в целом, иногда награда плохо связана с тем, что происходит, видимо. Вообще, везде, кроме гепарда, по сути, вот эти синтетические запросы, они только ускоряют чуть-чуть сходимость. Но качество, в общем-то, я думаю, если посмотреть на графике дальше, скала не сильно растет. Ну, то есть, как бы, она там все везде выходит на насыщение какое-то. Везде, кроме чита, потому что там явно выше, типа, награды. Ну да, но двойного маятника, понятно, он тоже, то есть, чутка обгоняет. Возможно, шум. А вот эти... Людские триктории вообще, какие-то невероятные дачи в ручке. А вот эти, как бы, запросы для сравнения, да, они идут после каждого эпизода, или как они вообще идут? Нет, они... У них все асинхронно, и они в среднем посылают 1% данных на обработку. Ну, то есть, как бы, равномерно, то есть, с точки зрения... Да, 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 более-менее равномерно. Окей. Та же картинка... Та же картинка... Ай, чё... Сериан, щас... Та же картинка для Atari. Видно, что здесь... Не знаю... Где-то люди тащат, где награда немного тормана от того, что происходит. Где-то все, короче, наивовсе менее понятно. Видимо, это немножко решает проблемы с форс-реварда какого-нибудь. Да. В каком-то смысле, ты получаешь фидбэк на то, что ты делаешь в середине. Угу. Ну, то есть, то, что ты двигаешься локально хорошо. Ну, в целом, видимо, короче, в каких-то задачках награда, которая идет до среды, слишком хороша. Это, в каком-то смысле, возможно, это объясняет, почему... Почему агенты так хорошо учатся? Окей. Вообще, еще забавно, что, по-моему, сиквест, он же решается с трейлем лучше, чем человек решает его. Да? Я не помню. Сиквест, где ты ныряешь, да? Да. Если я не ошибаюсь. Мне кажется, что уже почти все решается и реально лучше, чем человек. Прикольно, что человеку лучше ты можешь. А, нет. Это синтетический лейбл лучше тот результат. А, да. Синтетический. Да. Человек-фиоратый. Можно еще раз в чем все синтетического лейбла? Их проще получить. Но это, в каком-то смысле, такой Abolation Study для заменения людей на... А, человек по этому выключен или нет? Человек по этому не выключен. Он посылается траектории, а дальше Оракул говорит, какая из них набрала больше награды. А, понятно. То есть, как бы, награды не дают, наоборот, когда задача группа инвалируется в классификацию. Да, награды не дают. Получается классификация того, где ты действуешь лучше. Так, Сирен. Да. Да, Enduro хорошо, со всем остальным не очень. Новое поведение. Их попросили научить... Они решили попросить... Научить агента делать ее как флип. У них для этого потребовалось примерно 800 сравнений... Ну, основных суждений от людей. И... Если я правильно помню, это значит, что эта штука стоит где-то 50 долларов. На... Где-то половина идет на вычисления. И где-то половина идет на... Оплату работы людей на Амазоне. А есть какие-то сервисы? На Амазоне есть Турк. Ну, в смысле, они сделали... Ну, в смысле, они сделали...